Очень хочу сегодня вам рассказать именно про свой авторекрутинг. Так, у меня там гостей полный дом, минутку. Приехала Викина бабушка, мама у Антона. Вот, и что вам хочется сказать? Вот, прошу вам задавать мне побольше вопросов, потому что вот этого сформулировать мне будет тяжело вам рассказать, да, но легко будет отвечать на вопросы, если вы будете, да, их задавать. Вот, смотрите, я вам начну с истории со своей, да, кто смотрел мою историю? Как вот, как даже сказать, историю успеха? Кто-нибудь смотрел? Вот, это на самом деле правда, да, и там я говорю, рассказывала, с чего я начинала, да, вот. И то, с чего я начинала, вот как раз дало мне сейчас вот то, что я могу, кто был на позапрошлом вебинаре, меньше делать, но больше получать, да. И у меня много свободного времени, потому что мы все с вами работаем по готовой системе, да. Вот, что это получается? Получается, что я сама, невидимо для себя, начала вот именно создавать вот этот вот авторекрутинг, и сама не зная того, на это вышло. Вот, да, какие секреты, да, я вам сегодня буду рассказывать. И мне очень важно это вам рассказать, потому что мне часто спрашивают, Аня, ты растешь и не рассказываешь, как ты растешь, да. И сегодня я вам хочу показать, как же это на самом деле все легко и просто у меня получилось. Вот, получилось на самом деле легко и просто, потому что я просто шла за своими людьми, да. Как вам сказать, когда ко мне пришли вот эти вот 54 человека, первые два каталога работы, и только трое сделали заказ, я начала задумываться, что не так, что во мне не так. Понятно, что это не компания виновата, потому что компания нам дает все для роста, и даже нет ни одной такой компании, которая бы столько же, как Фаберлик давала, да, то есть мы с вами понимаем, что мы с вами прям в шоколаде, да, что работаем именно в этой компании. И маркетинг план у нас шикарный, и подарки новичкам шикарные, и так далее, и так далее, да. Тогда в чем же дело, почему у нас с вами у кого-то получается расти, у кого-то нет, да, и вот мне пишут, что у Ани у тебя какие-то секреты. Теги, ну, я через демонстрацию экрана покажу все свои теги сегодня, да, то есть я прям зайду на свой YouTube и все это покажу, да. Вот, и я начала следовать за вопросами команды. Вот, допустим, у новичка какие-то есть сомнения, а я думаю, значит, есть такие сомнения и у других лидеров, так ведь? Раз есть сомнения у других лидеров, значит, надо провести им планерку вебинар на эту тему. И я шла за людьми и вела вебинары, какие-то открывала, какие-то были закрытые, да, потому что там были какие-то секреты, пароли, может, от чего-то, да, вот, когда мы только начинали, вот, когда еще была на 6%, вот, я работала на другом проекте, и там у основателя проекта был бзик, что ее все подслушивают, ее систему все воруют и так далее, и так далее. Это было ужас, чтобы там в топ-лидерах получить пароль от какого-то задания, это было просто невероятно сложно сделать, и я никогда это не дублицирую на этот проект, ничего, да, но, в принципе, вот как раз она, когда мы с ней созванивались, первый раз это было, я только еще пришла в компанию и отписалась ей, говорю, что мне не с кем пообщаться, могу ли я от вас получить какие-то дельные советы, чтобы уже им следовать, да, мы с ней созвонились, и она мне посоветовала быть просто внимательнее к вопросам своих новичков, вот, в принципе, все, да, у нас был созвон 5 минут, и вот она мне это дала совет, у тебя все получится, если ты будешь внимательно к вопросам своих новичков, особенно первые 3 дня после регистрации, вот, то есть авторекрутинг, он заключается в том, что, во-первых, ваши люди у вас начинают рекрутировать, да, Оль, Шиза, это вот прям 100%, да, во-первых, это люди, которые у вас начинают рекрутировать, то есть вы правильно запускаете своих лидеров, своих рекрутеров, которые у вас растут, и это самый главный авторекрутинг – запустить человека, побороть все его сомнения в начале его пути, да, второе – это Ютуб, третье – это группы, да, группы. Группами, как вы знаете, я не занимаюсь, потому что там надо писать длинные тексты, я не люблю читать, и я всегда общалась с командой с помощью видео, с помощью вебинаров, мне легче рассказать, чем ставить кучу смайликов и переписываться, потому что в переписке человек не понимает, и очень много таких же, как я, ленивых людей, которые не любят читать, которые любят смотреть, и смотреть, чтобы было красиво, идти туда, где красиво, поняли, да, вот, и, конечно, тут как раз главную роль поиграли в начале моего авторекрутинга – это вопросы новичков в чате активного роста, да. Все вы знаете, что первые месяцев 8 активный рост вела я одна, и раз в круг ввел вебинар по маркетинг-плану Николая Андрейка, и все, да, больше, в принципе, там спикеров не было, потому что на проекте не было директоров. Вот, сейчас появились директора, и активный рост уже передан им, и они уже рассказывают какие-то свои фишечки, да, но первые полгода, через день, по полтора часа я вела сама вебинары, сама требовала отчетность людей, все такое, да. То есть, чтобы выйти на хороший рекрутинг, нам авторекрутинг, да, нам нужно, по идее, очень много роликов снимать и выкладывать на YouTube. Но не таких вот, как, допустим, обзор, да, вот я, допустим, купила воду для лица, да, вот я, допустим, купила сыворотку iStream, да, вот я, допустим, купила помаду, смотрите, цвет, да, вот, вот цвет, все, да, то есть, такие обзоры, они не работают, они не будут работать ни на покупателей, ни на продавцов, ни на что, да. Я начала понимать, раз мои три человека сделали заказ, ну, все-таки есть, что в компании выбрать, средний заказ неплохой был у лидеров, потому что я почти что с трех заказов по структуре вышла на 6%, на 6, да, мне не хватило сколько-то, 8, что ли, баллов, не помню, забыла, надо распечатку смотреть, распечатывать, да. И я тут смекнула, что нужны какие-то нормальные вебинары, и я полезла сразу к блогерам, да, как вы помните. Я нашла Наталью Петрову, тогда была только она, были какие-то другие блогеры, но это вот, вот это вот как раз, вот это вот было перечисление бесполезное, да, косметики и все. То есть, она именно рассказывала о каждой вещи, мне понравились ее обзоры, но я знаю, что если вы скачаете какой-то чужой ролик и опубликуете его, даже если вы его переименуете, вы его опубликовываете, и любой из лидеров, из чужих лидеров, да, понятно, что, допустим, я не пожалуюсь, если вы мой ролик взяли себе, да, то есть, мой рост зависит от вашего роста, и я за, берите хоть весь канал, да, но дело-то в том, что есть такие лидеры, которые, допустим, относятся не совсем уважительно к тем, кто вообще не с нашего проекта, и качают чужие обзоры, закачивают на ютуб-канал, и их потом блокируют. И на этом авторекрутинг ваш окончен, и надо будет по-новой раскручивать ютуб-канал. Поэтому вот сейчас мне вам хочется сказать, что создавайте свои ролики именные, и люди будут вас видеть, люди будут вас слышать, и люди пойдут именно на вас, на вашу харизму, на вашу энергетику, да, то есть, энергетика энергетикой, вот. Да, классная, да? Вот, она мне очень понравилась, и она мне помогла поднять товарооборот в моей команде. Я начала вот как раз вот эти вот видео Натальи Петровой рассылать. Я ей потом призналась в этом во всем, и сказала, спасибо огромное, вы мне помогли вырасти на первых этапах, когда я не знала продукцию. Она говорит, очень рада была вам помочь, спасибо вам огромное за раскрутку моего канала. То есть, нам обеим это было выгодно, да, то есть, я не скачивала ее ролики, я прямо кидала зарегистрированным своим людям, своей структуре ее ролики, ее обзоры. То есть, она мне так вот в кавычках, сама того не зная, помогла на первом этапе выйти на 12%, да. Ну и, конечно, когда я вышла на 12%, мне уже не надо было заинтересовывать свою родню, чтобы они у меня что-то купили, потому что объемная скидка позволяла делать 50 баллов самой, легко, да, и у меня развязались руки. У меня освободилось время от беготни по родне с каталогами, да. То есть, вот. Да, я ей канал покрутила, и она мне вырасти помогла, вот. И как бы у нас с ней, она до сих пор говорит, я не против, если ты будешь мои ролики по структуре своей рассылать. Было время, я рассылала, и очень много рассылала, потому что я ей была благодарна, я ей помогла раскрутиться. Она говорит, что ей выгодно. Ей это выгодно, а то, что я расту, ее это нисколько не коребит, что ей, наоборот, нравится, что она кому-то помогла. То есть, она выложила ролик, у нее подключена модернизация на канале, она получает деньги за просмотры, то есть, ей хорошо и мне хорошо, да. Вот, взаимная выгода, это очень важно, вот. То есть, вот смотрите, да, тут отойду чуть-чуть в сторону. У нас есть такие лидеры, которые записывают чужие вебинары, их выкладывают. Так вот, ни вам, ни нам, никому с этого толку не будет, потому что под вашим именем, чтобы вас люди уважали, под вашим именно именем должны выходить ваши ролики. И вот это в начале авторекрутинга, это очень важно. Одно дело, когда вы чужой вебинар выложили, да, пусть он хороший, все. Но это не ваш вебинар, это не ваша энергетика. Даже если на него будут регистрации, это будут не ваши люди, они от вас уйдут, потому что они воспринимали другого человека, понимаете. Вот. И вот это вот очень важно. И тот лидер, который старался, да, этот вебинар, составлял, проводил, думал, может, как вам даже сказать, остаться без просмотров, и вам этот ролик выгоды не принес, и ему этот ролик, да, и ему ничего, да, просмотров ему не было на его YouTube. Вот. Тут тоже нужно как бы взаимно друг друга уважать. И, допустим, такие ролики от компании, да, к примеру, как, как вам даже сказать, рекрутинговые, да, ролики, или от проекта, да, их обязательно, наоборот, обязательно надо на свой YouTube качать, да, и каждый директор должен понимать, что у него должны быть свои шаблоны сообщений, и ссылки на видео должны быть свои, чтобы у них там их были регистрации, да, то есть, чтобы в их структуру регистрации шли. Не дай бог, лидеры будут пользоваться директора моими рекрутинговыми видео, как я потом различу, моя это регистрация или не моя. Мне, наоборот, очень важно, чтобы вы эти ролики, да, скачивали и сами заливали на свой YouTube, и ими уже работали, да. Да, это одно, но когда идет, допустим, вебинар на полтора часа, да, смысла вам нет его перекачивать туда-сюда, везде, вообще никакого. Да, что прикрутировали именно со своими ссылками, если вдруг вас через YouTube находят, вот как, меня, допустим, нашли через YouTube, я спрашиваю, кто вам дал моё видео, и мне говорят, допустим, там, там, да, деревянка, да, Маша деревянка дала. Я говорю, отлично, очень хороший, внимательный лидер, сейчас я вас вместе сведу, то есть, я всегда спрашиваю, откуда они пришли. Они говорят, и я отдаю эту регистрацию своему лидеру, так ведь? Вот, поэтому каждому директору очень важно именно заводить свои шаблоны сообщений для того, чтобы ваши регистрации оставались с вами, чтобы не было никаких подозрений в сторону директоров, да. Зависла или норм? Отвисла уже, да? У всех всё хорошо. Я сегодня, видите, с какой прической. Ничего не успела с утра. Нормально, да, всё, хорошо, спасибо. Вот, и вернёмся с вами вот к этим трём регистрациям. Я начала рассылать видео, товар, и, вовтор, поднялся. Но возник такой вопрос, почему эти 54 человека не рекрутируют, да? Я начала их спрашивать, и они мне начали говорить, что у них конкретно не получается. И я поэтому не получается, да, начала на каждое не получается снимать видео. Вот на каждое не получается. Не получается, я снимаю, я выкладываю. Ну, конечно, я головой соображала, что можно выложить, да, в соцсетях, нет, я рассылала через сообщество обзоры. Если ты, Наташа, про обзоры, то я через сообщество высылала. Именно вот этот вот конвертик. Но я, как зарегистрировалась, я поняла, что в Фаберлик есть вот этот вот конвертик, да, вот это вот сообщество, что это мощная штука. Я и всегда пользуюсь, и всегда каждого новичка, прям даже в шаблоне переписки вверху, да, кто пользуется моим шаблоном новичков. Вот, пожалуйста, не все с моей структурой. Я, вот так как топ-лидеры, пожалуйста, я его вам даю. Посмотрите. Там вверху, прямо, да, в первом или во втором, по-моему, во втором задании, там вверху сразу есть такой абзац, что читайте в сообществе сообщение, то есть вверху конвертик, обязательно надо читать. Вот, и они уже знают, что туда надо заходить, если уже, да. И, как вы знаете, если почта подтверждена, то человеку письма приходят на почту еще, которую он внес в кабинет Фаберлик. Поэтому письма дублируются на почту и везде. Они, конечно, не очень красивые, потому что они там без смайликов, без всего получаются. Ну и что, все равно хорошо. Вот, далее, значит, так, на чем я остановилась? Я сбилась. А, вот, мне захотелось, чтобы эти 54 человека смогли меня повторить. Да, так как я была уже научена работать в разных соцсетях, я понимала, что у меня намного больше знаний, чем у них. Не то, чтобы я супер-ас, да, потому что меня и блокировали, и все такое, хотя, ну, я научилась сделать, рекрутировать так, чтобы меня не блокировали, да, это я уже говорю про Фаберлик, когда я была на 6%, но все равно блоки, там, пару страничек, там, два раза в месяц я могла потерять. Да, вот такая статистика, то, что теряла мало, очень мало, и я считала, что это, да, вот. И я начала проводить, вот как раз открыла вебинары по активному росту, я понимала, что должна быть какая-то градация обязательно. Почему? Потому что лидер, не сделавший, к примеру, заказ, он относится несерьезно, и зачем нам на лишние вопросы в чатах отвечать. Градация – это обязательно. Если нет градации в системе обучения, она просто не пойдет, она не будет работать. Вот, и мои вебинары дали результат, потому что я практик, я не теоретик, да, как вы знаете, я стопроцентный практик. Все сделано, это сделано моими руками, да, то есть, да, мне муж помогал, когда уволился, он помогал мне рекрутировать, он мне помогал регистрировать, но именно по рекрутингу и сопровождению от 6% до уровня старшего директора – это моя практика. Я, когда практикую все это дело ежедневно, я могу дать достоверную информацию каждому своему новичку, и вот как раз в этом-то и сила – уметь делать все самой, а не где-то там смотреть, работает оно или не работает. Если вы это делаете сами, то ваши новички вас повторят легко, да, то есть, это система дублицирования, и, по идее, она очень важная, эта система дублицирования, без нее вот как раз в авторекрутинге никак, да, то есть, вы рассказываете через видео, ваши видео просматриваются, ваш YouTube, да, раскручивается, вы становитесь востребованными. Почему? Потому что все, что вы даете, работает, понимаете, оно работает. Это, во-первых. Во-вторых, все, что вы даете, вы даете, допустим, вдохновляюще, да, то есть, вы можете вдохновить человека на какие-либо действия, да, это обязательное условие, чтобы у вас получился авторекрутинг. То есть, вам нужно научиться говорить хорошо всегда, вам нужно научиться на камеру выглядеть хорошо всегда, да, то есть, вот я сегодня, к примеру, я понимаю, что я веду вебинар для топ-лидеров, и я уже могу там сесть с кружкой кофе в халате, потому что мы понимаем, что на новичков нужно, да, впечатление в первое хорошее провести перед вами, мне уже не нужно проводить хорошее впечатление, вы все знаете, что я работаю дома и так далее, и так далее, так ведь, так. Но я все равно подвела бровки, подкрасила реснички, нанесла тени на глаза, это уже привычка, у вас должно входить привычку, хорошо выглядеть всегда. Я вот, к примеру, с утра встаю, первым делом, что я делаю, да, у меня бывают такие дни, что я не хочу краситься, я устала от косметики, я делаю много масок, этот день я созваниваюсь без видео, но я понимаю, что человек по голосу воспринимает меня хорошо, но лучше бы, чтобы он меня видел. Я стараюсь с утра встаю, первым делом после кружки кофе я привожу свое лицо в порядок, не дай бог какой звонок, я беру трубку и все. И мне очень много людей говорят, Ань, как ты успеваешь всегда хорошо выглядеть, хорошо, да, то есть не в плане того, что красиво, а в плане того, что ухоженное, да. Я так и говорю, что я успеваю хорошо выглядеть, потому что мне следить за собой, это 10 минут в день, мне несложно, так ведь, 10 минут в день можно уделить своему лицу, чтобы потом хорошо выглядеть. Вот, и то же самое с вебинарами, вы всегда должны хорошо выглядеть, это очень важно. С одной стороны, вам кажется, если вы, да, к примеру, конечно, сядете, да, вести вебинар там с глубоким декольте, там еще что-то, да, там куча кудряшек, там супер какая-нибудь фифа, это одно, да, и люди начнут вам завидовать, и они перестанут ходить на ваши вебинары, перестанут ходить на ваши ютубы, только потому, что через чужих вы хорошо выглядите, да, потому что это женская натура такая, вот. А если вы будете выглядеть просто по-деловому хорошо, вот это самое то, да, то есть чем проще вы выглядите, чем проще ваше, да, расстраиваться только ходить, Оля, верно, да, то есть, ну, большинство женщин венталитет такой. Я вот, понимаете, я отучилась на визажиста, я отучилась на парикмахера, я люблю красивых людей, понимаете, у меня вот, я смотрю, да, на человека, я вижу, что у него там одна бровь криво нарисована, и у меня руки чешутся исправить, я не могу не сказать про это, я лезу переделывать человека. Или я вижу, что там, допустим, у человека глубоко посаженные глаза, он их садит еще глубже своими черными тенями, я не выдерживаю, я начинаю лезть, все исправлять, говорить, что надо тебе тут беленьким там туда вывести, тут вот, да, то есть, понимаете, это вот у меня уже в крови, я люблю видеть людей красивыми, мне приятно общаться именно с красивыми людьми, но это дано не каждому человеку, да, у многих женщин бывает зависть, еще что-то, да, и вы должны это понимать. Если вы настраиваете авторекрутинг, вы не должны выглядеть, да, там, допустим, не знаю, как девушка с, как даже выразиться-то, да, как девушка с рублевки, да, вы не должны выглядеть, но и не должны выглядеть как человек, который, допустим, всю жизнь, мол, полы и больше ничего не умеет, да, то есть, хорошо выглядеть, иметь золотую деловую середину, вот прямо, да, это очень-очень важно, вот, и, в принципе, задний фон, играет огромную роль именно задний фон, что за вами? И я всегда старалась сделать задний фон красивым, потому что я переживала именно за мнение новичков, да, если вы, ну, да, вот, как вам сказать, да, вы помните, мы начинали когда жить, начинали когда работать, да, мы жили вчетвером в одной комнате, понятно, что ребенок несколько раз в день спал, потому что еще годик, да, два раза в день годик дети спят, и мне было толком негде проводить эти вебинары, я их проводила, когда приезжал муж с работы, я отдавала мужу Викторию и садилась вести, что я делала? Я закрывалась на кухне, и у меня был, висел плакат сбоку, какие-то циферки, помню, да, и был белый холодильник сзади, я специально поставила все так, чтобы не было видно, что у меня, может быть, да, какие-то старые обои, может быть, еще что-то, да, во-вторых, как проводить вебинары, да, когда я готовилась к вебинарам, я понимала, что вот очень много лидеров делают сильнейшую ошибку, ведут напротив окна, да, то есть сядут спиной, да, вот к окну, и человек темно, его не видно, его не видно, видно только контур, а это отталкивает, это вот, знаете, на подсознании человека, я где-то это даже читала, это подтверждено, как даже описать там, как будто привидение, да, тень вот в подсознании там пугает, пугает это людей, обязательно делайте так, чтобы вести, если уж окно у вас есть, и вам некуда, ничего, да, чтобы вести вот напротив окна, вы видите, у меня окно сейчас сбоку, да, вот, и вот еще, да, самое интересное, когда вы ведете вебинар, вы должны быть всегда веселыми, вам нужно во всем негативе находить позитивно, любые вопросы отвечать позитивно, когда лидеры, любящие вас, начинают вас смотреть, и они видят, что вы позитивны, и на любой вопрос отвечаете позитивно, то они начинают больше и больше ходить на ваши вебинары, вот это то, и вы начинаете быть востребованными, если вы востребованы, значит, вас будут просить те, кто не смог, они будут ценить, что ваш вебинар закончился, они не успели прийти, дабы они были на работе, или забирали ребенка с садика и так далее, и так далее, вот, и они начнут просить вас в личку, Аня, запись, запись, пожалуйста, дайте мне записи, да, чтобы мне надо послать своим новичкам, обязательно послать, ваши лидеры должны хотеть вас рассылать, ваши лидеры должны вам доверять каждому вашему вебинару, чтобы он был вдохновляющий, вкусный, да, это очень важно, вот так настроился мой авторекрутинг, да, грубо говоря, я вам рассказала сейчас, сейчас все свои фишки, которые я знала, которые я сама нечаянно для себя сделала, как вы знаете, что у меня сейчас у ютуба 3-4 регистрации в день идет, в легкую идет, и я строю одновременно много веточек, недавно пришлось нам открыть 12-ю, и 3 под дочкой, дочка вышла на 19%, в этом каталоге она выходит на директорство, но она знает просто, что она зарегистрирована, да, все, то есть авторекрутинг – это сила, это во-первых, во-вторых, что я вам хочу сказать, это все бесплатно, я ни копейки в это не вложила, я вложила в это только свое драгоценное время, все, то есть есть лидеры, которые думают, что платная реклама дает очень много, ничего она практически не дает, она вам дает много пустых кликов, за которые вы платите, она вам дает много того, что, как вам даже сказать, много людей, мы как-то раз оплатили на два каталога рекламу в глобусе, да, перепись дает население, да, мы оплатили рекламу в глобусе, очень много регистраций, пять-шесть в день, лидеры идут, что это за люди, с ними невозможно работать, это не мои люди, да, то есть они говорят, ну, раз ты меня с помощью платки нашла, дай мне платку, да, извините меня, если я всем платку дам, эту, она работать не будет, если все туда пойдут, так ведь? Так, вот, и, конечно, тут еще нужно понимать, что вы каждый индивидуален, кто-то силен в речи, кто-то силен в технике, да, кто-то может вдохновить, а кто-то может, как вам даже сказать, все разложить по полочкам, если, да, то есть, допустим, если у вас бардак на рабочем столе, у вашей всей структуры он тоже будет, они тоже будут, если вы везде путаетесь, и не знаете, что где взять, а кто-то может раздавить, да, вот, если вы не знаете, что где взять, ваша структура тоже не будет знать, что где взять, да, вот, и поэтому, прежде чем, у нас начался авторекрутинг, может быть, кому-то будет шок, но очень хороший авторекрутинг, стабильный, у нас начался через год работы, через год работы, обратите внимание, вот именно на мой канал YouTube, у всех ли он есть, я вам сейчас скину ссылочку, вот, скину ссылочку, да, сейчас там вебинары различных директоров, да, всяких разных, Таня там есть распопова, Оля Пенина, Оля Дубяга и так далее, Дашенька, ну, все, все директора, которые ведут вебинары, есть на моем канале YouTube. регистрации, вот я раскрутила свой канал YouTube год, чтобы мне потом пошли регистрации, авторекрутинг, то есть я вложила год своего времени, и сейчас самое шокирующее, наверное, для вас будет, почему, потому что вы не представляете, как много я работала, и как много я обрела вебинаров, как много я вела созвонов, как много я делала роликов, да, то есть я выкладывала один-два ролика в день. Я работала очень сложно, я спала по два часа в сутки примерно, я на каждый вопрос снимала видео, да, допустим, Аня, я не могу разутвердить заказ, я снимала видео, как разутвердить заказ, да, как там редактировать заказ, все, следующий вопрос, Аня, у меня не получается скопировать ссылку в Одноклассниках, я шла и создавала видео, да, вот все полностью, понимаете, все вопросы, да, длинные, короткие видео, вот, единственное, что я в тот момент, когда я вот это все создавала и вела, да, единственное, что вот я Колю просила все время разобраться, создать сайт, и я очень просила Колю прости вебинары по маркетинг-плану, я ему, да, честно признала, что считаю я плохо, но идеи у меня много, да, что я горю, я хочу расти, я работаю, я прям желаю, чтобы все, кто ко мне пришел, стали директорами, да, то есть амбиций было много, я вкладывалась к каждого, много кто ушел из этих лидеров, в кого я вкладывалась, но я не жалею, потому что опыт общения, приобретенный, он тоже очень важен, так ведь, вот, и, значит, вот, когда ко мне пришла первая регистрация с YouTube, я спросила, от кого вы, она сказала, я написала в поисковике Фаберлик, и вышли вы, и я хотела посмотреть продукцию про Фаберлика, вышли вы с работой, я поняла, что мой YouTube дает мне результат, да, мой YouTube, то есть мои ролики смотрят, и смотрят их хорошо, несмотря на то, что у меня очень сильно деревенский вовар, я все равно нашла своего зрителя, да, то есть каждый из нас с вами индивидуаля, но самое главное в авторекрутинге, это позитив, да, то есть какие должны быть ролики, позитив, чтобы вас несли, вас несли, вас воровали, вот тогда вы уже будете на пике, как сказать-то, да, на пике востребованности, если, вот Оля там, мы где-то месяца, наверное, два-три назад созвали, мыились, она говорит, Аня, меня, говорит, разворовали, я говорю, что случилось, меня, говорит, ролики мои воруют, говорит, выкладывают на свой YouTube, я говорю, поздравляю, ты стала востребованной, вот, активная Ирина, активная, потому что, глядя в камеру, когда вы что-то рассказываете, человек идет именно на вас, и он уже знает вас, и он воспринимает вас, вы должны это понимать, что это круто, да, вот, вот, и, что хочется сказать, это огромный труд, потому что это все было сделано бесплатно, я ни копейки, не, то есть, все мои подписчики на канале, все вот эти вот люди, да, которые на меня подписались, ну, как, она, допустим, выгружает, когда смотрит YouTube, раз, она ей попадает, сама себе попалась, да, то есть, я очень много своих роликов вижу на YouTube, сначала я, допустим, начну свой пересматривать, да, я вот думаю, вот, я, походу, неправильно там посчитала что-то, да, все вы знаете, я торопышка, я не туда тыкнула, не то нажала, я люблю считать неправильно, да, я люблю, как бы, ну, ошибаться, это, это мое, да, это мой косяк, это пожизненный мой косяк, я всегда так считала, а почему я так считаю, я вам сейчас объясню, потому что я разбалована, я 10 лет торговли, и меня разбаловали калькуляторы до такой степени, что я на самом деле в голове порой дважды два думаю, четыре ли, да, ну, потому что, ну, не так, конечно, банально, но я вам рассказала, почему я плохо считаю, да, вот, и, конечно, когда мы выходим на YouTube, мы должны делать все красиво, делать все хорошо, если вам не нравится переделывать, а самое главное, чтобы это было весело, живо, не стухать посредине ролика, да, вот смотрите, давайте с вами приведем пример, да, у нас с вами есть спикеры на проекте, и есть спикеры, на которых жалуются, а есть спикеры, которые говорят, поставьте их на все вебинары, вот этот человек сделает нам хороший товарооборот, согласны, что есть спикеры, которых вы не хотите видеть, есть спикеры, которых вы очень хотите видеть, Так ведь? Есть спикеры на вебинары, которые вы не зовете своих новичков, а есть спикеры, которым очень хочется позвать, и вы будете рады, что ваши новички сходили на вебинар данного спикера. Вот в чем суть. И вот тут самое главное понимать, что вы должны стать каким спикером? Вот каким вы должны стать спикером? Клонировать востребованным, чтобы его ждали. Вы знаете, я не сняла обзор, потому что я все свалила в кучу и запуталась, что есть, какого обзора. Думаю, надо найти время, зайти в накладные и рассортировать свое шматье по заказам. Какой прошлый каталог новинки, какой этот каталог новинки. Просто у меня прибрались в комнате, нянечка моя у меня прибралась в комнате, и моя рабочая студия, это как мой гараж, да, приберитесь у мужика в гараже, и капец. То же самое мой рабочий кабинет, нельзя ничего было трогать, ничего не... А она все... Ну, я, конечно, ничего не сказала, но я понимаю, что я в затруднительном положении. Все чеки она мне выкинула, и я все, я не пойму, что откуда. Да, обязательно вы учитесь. И очень часто мне в личку, допустим, провели какой-то вебинар и скидывают. Аня, мне нужно твое мнение, да, так как ты хороший спикер, и мне это приятно. Я понимаю, что я могу провести вебинар так, что на мои вебинары новички будут звать своих новичков, и будут знать, и мне приятно, что мне доверяют новичков, понимаете. Мне очень это приятно, для меня это такая честь, что смотрите, ко мне люди приходят, я востребована. Я, как даже сказать-то, я имею право кого-то поправить, да, что с моим мнением считается, да, что мне доверяют своих новичков, да, вот зарекрутируйте человека, запустите его, затащите на вебинар, это же столько трудов, и мне доверяют. На мои вебинары людей приводят, и мне это очень льстит, мне это очень нравится. Ну, это кажется, что ты заикалась, волновалась, а ты запиши свою запись и посмотри на себя со стороны. Мне иногда тоже не нравится, как я провожу свои вебинары, но когда я начинаю смотреть на себя со стороны, да, по-быстренькому поставлю, там умножить на 1.25, или там как, ну, чтобы ускорить, да, поставлю, быстренько просмотрю, а мне начинает нравиться, как я его провела. Вот записывайте себя, чтобы быть себе увереннее, запишите себя, чтобы вы видели себя со стороны. Закидаем теперь тебя А если вебинар или видео по ютубу Как правильно там раскладывать Да, да, все есть Сейчас это у меня есть в шаблоне директоров Потому что директора обязаны Уже собирать свои ютубы каналы Обязаны вести свои планерки В своей команде И конечно же делают поздравлялки И поэтому Я настаиваю еще на том Чтобы директора скачивали Рекрутинговые ролики И создавали свои шаблоны сообщений Что это очень важно Именно свои шаблоны сообщений Со своими А что я имею ввиду, кстати, под шаблоном сообщений Сейчас я вам скину Чтоб вы понимали Так, шаблоны сообщений Копировать Ой, не туда залезла Минутку Так, так Что такое Вот Да, да Создать плейлисты там легко Вот шаблоны сообщений И сейчас я вам дам Как ютубом пользоваться На русском языке Там все Я училась по этому каналу Мне было все понятно Это обязательно Так Вот, значит Создаем свой канал Витоб Вот тут Проходите по этой ссылочке Я обучалась именно по этому И вот именно Именно Ох, шучу, чашется Да, именно То есть Поэтому Там все понятно Потом мы, в общем-то Сделали на английском языке Я прошла с посылки Это все по-английски Потом Я нашла другой ютуб Там по-русски Не знаю, почему так Будет Но это ссылка Именно Как создать свой ютуб Да, уроки по ютубу И это Канал от самого ютуба То есть Тут вы Всегда найдете Свежую и достоверную информацию Это очень важно Делать так Как И Ну Что оно Чтобы оно работало Да Да, да Вот И там Прям вы можете Разложить по плейлистам Да, чтобы у вас Там 6 плейлистов В рядочек было Да, вы можете Плейлисты вот так Разложить Да, последние вебинары То есть На моем ютубе Разложено вот так Потому что Там вебинары Многих людей И мне хочется Чтобы они заходили И они смотрели Да То есть Мы рассылаем ссылочки На плейлист На один плейлист По чатам Что Вебинары Прошедшие Вы можете Смотреть тут Но Обратите внимание Что Да На моем ютуб канале Так Минутку Так Мой канал Плохо тыкается Да Обратите Сейчас внимание Что на моем ютуб канале Есть раздел Сейчас я вам скажу Допустим Работа Вебинара Проекта Да Вот смотрите Сначала С ютуб канала Распоповых Видео взято Раз она провела Открытый вебинар Потом С ютуб канала Николай Андрей Ютуб канал Ольги Дубяги Ольги Дубяги Николай Андрей То есть Все спикеры Прошедшие Да И вы можете Листать этот плейлист И видеть Вот это вот самое важное Что Что вот Что вы можете И так И сяк Вот ютуб канал Сделать Да Ну вот допустим Мой дубяга Пусть кинет Свой ютуб канал Для того Чтобы вы могли сравнить Как можно сделать Да Хорошо Леночка Тоже хорошо Обязательно Да Делайте Делайте Вот Я буду рада Да Вот Олин ютуб канал Да Давайте пройдем Посмотрим У нее там Чуть-чуть по другому Да Вот То есть Ей нравится Такой вот порядок Да То есть Все видео Вверху И потом Все плейлисты То есть Вот плейлисты Абсолютно по другому Разложены Да То есть Какой вам порядок Нравится Такой Вы можете и делать Да Я думаю Посмотрели уже Поставьте плюсики Все Плюсики пошли Вижу Вот То есть Самое главное Чтобы вам было удобно Этим ютубом Пользоваться Еще чем-то Еще чем-то Конечно Самый главный Рекрутинг У меня идет Именно То есть Как вы видите Я двух зайцев В одном Ловлю То есть К примеру Если у меня что-то получилось Я снимаю видео Рассылаю по чату Мои люди Меня дублицируют Что получается Получается Мой ролик Крутится Мой ютуб канал Крутится А просмотры Идут вверх Подписчики Подписываются Что еще Что еще Еще То что По моим роликам Люди могут Еще и рекрутировать То есть Снимать Обзоры Это хорошо Вы поднимаете Этим товар Оборот И это очень важно Да Но самое главное Снять вкусно И Объяснить Что-то Да Второе Да Два в одном Это когда Ваши лидеры Крутят ваш ютуб канал Повторяют за вами Действия Которые вы отсняли И Работают Работают Отправляют Те кто не умеет Снимать ролики Отправляют ваши ролики Другим И Начинается Вот Та Невидимая штука Которую Большинство сетевиков Не понимают То что Вы Пускаете В свою глубину Качество Да И Ваши лидеры Могут Вас Дублицировать Хотя вы с ними Даже не знакомы Да И у нас с вами Получается Что мы Делаем Огромный Охват Лидеров В своей структуре То есть Мы с ними Со всеми Немножко Да знакомы С помощью видео То есть Они нас уже Воспринимают Так как мы Сняли этот ролик Они уже Нас могут Воспринимать Нас Нашу харизму И так далее Да Нашу энергетику И кому-то мы Начинаем нравиться Кому-то нет Да И тут самое главное Понимать Что те Кому мы Очень сильно Не нравимся Мы их Обязательно Отправляем В блог Чтобы они Не портили Паршивыми Комментариями Ваш канал Ютуб Да Я думаю Это очень Очень важно И сейчас Мы с вами Посмотрим Так Просили вопрос Про теги Да В принципе Я вам Все рассказала Давайте Давайте Сначала Зададим Мне Вопросы Пожалуйста Задайте Мне Пожалуйста Все вопросы Какие У вас Есть И отпишитесь Видно ли Трансляция Антон Антон Мы тебя Все Очень Сильно Поняли Спасибо Конечно Что ты Пришел На наш Вебинар Да Теги Сами Должны Придумать Но я Просто Подам Идею Трансляцию Не видно А я Ее Включила В чем Дело Вообще Всем Не видно Видно Да Кому Не видно F5 Нажимаем Плейлист Это Когда Вы Туда Несколько Видео То есть В плейлисте Может быть Там Хоть 500 Видео То есть Плейлист Это Не видео Это Сборник Видео То есть Мы Допустим Сняли Видео По продукции Мы его Помещаем В плейлист О Вебинарах И обзорах По продукции Мы сняли Видео О работе Мы помещаем Его В видео О работе Да По определенной Тематике Видно Да Отлично Так Ой А это Олин канал Да То есть Мой канал Он обязательно Должен быть Посмотрите Самое главное Он должен быть Светлым Обязательно Чтобы Где-то Были Вы На фотографии Да В шапке Это очень важно Вот И Значит Если мы С вами Заходим Именно В редактор Ну Можно И тут Конечно Сбоку Зайти Да Тут Не сильно Много Да То Тут Как раз Вот Через Создать Я могу Любые Ролики Редактировать Обрезать Накладывать На них Звук И так далее Тут Все Очень Просто Делается Ну Это Если Вам Захочется Вы можете Посмотреть Видео О ютубе Да То есть Мы не будем С вами Сейчас На этом Заостряться Именно Видео Ютубе Вот тот Канал Который Я вам Дала Он Меня Научил Все Это Делать И Там Очень Понятно Все Объяснено Значит Смотрите Тут Есть Сообщество Да Вот Как раз Тут Хранятся Все Мои Комментарии Которые Я захочу Одобрю Не захочу Не одобрю Да То есть Настройки Сообщества Если вы Заходите Самые Важные Вам Вот Они У меня Заблокированные Люди Которые Мне Спамят Под Моим Каналом В основном Это люди Которые Спамят Под Моим Каналом Да То есть Заходите Туда-то Туда-то 100 рублей Будете Зарабатывать За секунду Да Или Как Заработать 5000 День Да Я думаю Всех Тех У кого Есть А шапку Шапку Я у Коли Сперла Но У меня Есть Видео На моем Канале Ютуб Как Сделать Шапку Смотрите На моем Канале Ютуб В разделе Программки Помогающие Работать В интернете Вот Вот Да То есть Не бойтесь Блокировать Людей Которые Или вам Пишут Пакости Или Которые Спамят Под вашими Каналами То есть У меня Есть Одобренные Пользователи Да То есть Я Допустим Вы можете Пользователя Убрать Да Вот То есть Дикое И Уткинс Это Человек Который Занимается Бодибилдингом И Не Стало Работать В нашей Структуре Да То есть Это В общем Так Что дальше Значит А я Сохранить Не нажала Я не нажала Сохранить Сохранить У нас В верхнем Правом Углу Модераторы Да То есть Ну конечно Ваш Ютуб Это ваш Ютуб Также Вам нужно Обязательно Сделать Так Чтобы У вас Были Комментарии Только После Одобрения Чтобы Вам Вот сюда В этот Колокольчик Да Приходили Оповещения Что у вас Кто-то Что-то Написал Вам И вы Были Одобрить Этот Комментарий Или Могли Не Одобрить Вот это Очень Важная Настройка Она Обязательна Если вы Хотите Раскручивать Свой Канал Ютуб Да То есть И Смотрим Вот именно Канал И тут У нас С вами Идут Вот такие Вот всякие Разные Разделы Скачали Чужое Видео И на вас Пожаловались То На ваш Ютуб Канал Нельзя Загружать Ролики Более 15 минут Полгода Через полгода С вас Снимается Предупреждение По идее Проще Завести Новый И не мучиться Если он у вас Не сильно Раскручен Немного Подписчиков Но если у вас Уже более 200-300 Подписчиков То Я не знаю Вот Мой канал Блочили Блочили За И кстати Оли Дубяки Канал Блочили Оля Завела Новый Я Пользовалась Тоже Новым Каналом А потом Уже Вернулась На этот Канал Все Который У меня Был Так Что я вам Хотела Показать Я забыла Теги Да Можно Подбирать То есть Заходите На Яндекс Пишите Теги И так Далее То есть Это Очень Важно Подбирать Теги Именно Я вам Сейчас Покажу Значит Смотрите В разделе Канал Подраздел Загрузка Видео Вы можете Сделать Тут Все Что вы Хотите Да И вот Тут Обязательно Описание Чтобы вам Каждый раз Ничего Не писать Да То есть У меня Тут ссылка На мой Блог У меня Тут ссылка На То Как Меня Зовут Да То есть Скайп Мой Почта И вот Если Вы Заходите Канал Загрузка Видео Тут Вставляете Свои данные То Они у вас Постоянно Будут Появляться И потом Если я Допустим Подтвержу Звание Международных Директоров То Я Сотру Старше Национальные Напишу Международные И все Мои Новые Ролики Будут Выгружаться Уже С тем Названием Да Если вы Что-то Будете Редактировать Через Редактор Ютуб Что-то Сшивать Переклепывать То у вас Там Будет Уже Эти Настройки Не будут Видны И вы Можете Вам Нужно Будет Зайти В какое-либо Видео Под видео Скопировать Вот эту Вот Дипешу Которая У меня Есть Да И Потом Уже Можете Как сказать Скопировать И вставить То есть На переделанные Ролики Это не Работает Далее Вот смотрите Еще Вам Хотела Сказать Про Группы То есть Люди Могут Заходить В мои Группы И находить Там Меня На Моих Страничках Да Как я Наполняю Группы Сейчас Я вам Скину Вот Я Их Меня Очень Часто Спрашивают Да Ничем Не наполняю Никогда Потому Что У меня Стоит Одно Мое Видео В макушке Да Которое Заблокируют На простой Страничке Но я Могу Поставить В группе Да Как вы Видите Участников Это За два Года Понятно У меня Накопилось Да Потому Что Ютуб И Моя Группа Ой Да Ютуб И моя Группа Они Связаны Два Года Вместе И Понятно Что Если У меня Много Подписчиков На ютубе То У меня Много И Людей Которые Состоят В группе Да Как вы Видите Группа Абсолютно Простая Ничего У меня Тут Такого Нету Вот Видите Смотрите То То Приходится Приходится Блокировать Людей Сейчас Минутку Быстренько Быстренько Все Да Есть Такие Которые Любят Спамить Не Только Пишут Хороший Комментарий Вот То 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 Что У вас Настроен Авторекутинг Да То Смотрите Вы себе Вы Хорошо Выглядите Вы Весело Разговариваете Вы умеете Человека Воодушевить Ваши ролики Становятся Востребованными Да Вы Выкладываете Минимум Как по ролику В день Да Что Картину В целом Вам Сейчас Да Какие У вас Ролики Да Хорошие Вкусные И Подними Ссылки На Ваши Группы Ваши Группы Они Крутятся Автоматом Так Ведь Какая У человека Мечта Всегда Хорошо Зарабатывать Да Он подписался На ютуб Канал Человека Который Хорошо Зарабатывает Да Он Зашел В группу И подписался На всякий случай Там Вот вдруг Я Создам Какое-то Видео И это Видео Видео Ему Стрельнет В голову А он Придет С этого Видео Он Может Увидеть И на ютубе И в контакте Да Где быстрее Увидит Неизвестно То есть Да Объяснять Нужно Понятно Да Вот Оля Очень Молодец Я Почему-то Совсем За это Забыла Сказать Да Да Вот это Тоже Здорово Ну Что Дорогие Коллеги Все Я вам Рассказала Все Я вам Показала Не показала Вам Теги Так По-моему Оно Ой Нет Нет Минутку Блин Я забыла В каком Разделе Теги Так Модернизация Рекомфирменный Стиль Так Сообщество Оль В каком Разделе Теги Я Опять Забыла Загрузка Видео А Загрузка Видео Все Да 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 Вспомнила Загрузка Видео Я их Проскочила Сама Ну Ничего Бывает Да То есть Тут Мы С вами И Прописываем Все Теги А где Написать Что Допустим Активная Вода Для Лица То есть Тоже Тег Активная Тег Вода Тег Для Лица То есть Обязательно Вы прописываете Тег Именно Того Про Что Вы Снимаете Да То есть Если Вы Снимаете Ролик По Рекрутингу Обязательно Пишите Рекрутинг Тег Поиск Людей Тег Да И так Далее И так Далее То есть Все Что Какие Теги Связаны С Рекрутингом Вы Можете Хоть 100 Штук Туда Поставить Этих Тегов Вот А Это Мои Теги Которые Как вам Даже Сказать Это Мои Теги Которые Я Применяю Под Всеми Видео Но На Каждое Видео Нужны Отдельные Теги Отдельные Теги У меня Где-то Есть Уже Даже Теги Я Выставляю Кононова Кононовы И Работают Эти Теги Уже Как бы Немножечко У нас С вами Появился Такой Как Сайта Бренд Да Создался Бренд Да В Описании Обязательно Дублировать Название Ролика Да Я Это Знаю Давно Я Это Не Делаю Потому Что Если Честно Мне Некогда Я Выгрузила Я Дальше Побежала Но Ваши Да Идут На Имя Люда Вот Но Обязательно Надо Кстати Дублировать То есть Название Дублируете В Описание И Тогда Ваш Ролик Будет Находиться По Тем Словам Название Еще Потому Что Название Главнейшая Ошибка Всех Лидеров Все Терять В один Миг Из-за Какого-то Видео Которое Лень Переснять Самому Оль Я Знала Извини Не Сказала Почему Ну Вот Видишь Как Хорошо Собрались На Планер Собрались На Планер Леночка Про Что Конкретно Не Поняла А Дублировать Все Поняла Вот Смотрите Вы К примеру Выгружаете Видео Давайте Сейчас При вас Я это Сделаю Потому Что Это Все Мгновенно Да Любое Видео Сейчас Выберу И Выгружу Его Да Ну Вот Давайте Накопительный Эффект Нажимаю Открыть Да Видите Тут Я Допустим Пишу Так Минутку Доступ По ссылке Допустим Я Пишу Да Накопительный Накопительный Эффект Да В работе В работе Это Вчерашний Вебинар Для топов И Вот Это Название Фаберлик Онлайн Туда Сюда Я Могу Поставить Enter И Вот Сюда Вставить То есть Накопительный Эффект В работе Далее Значит Если бы Это Видео Было Открытым Как Вы Видите Вот Это Мои Теги Да Я Сюда Могу Добавить Еще Какой То Тег Да То Я Могу Написать Накопительный Накопительный Да Эффект То Есть Вот У меня Еще Два Тега Появилось К этому Ко всему То Есть Я Сейчас Отменю Загрузку Потому Что Оно Мне Не Надо Потому Что Оно У меня Уже Выложено Все Поняли Всем Все Хорошо Всем Все Понятно Завалите Меня Вопрос Я Могу Что То Не Сказать Потому Что Я На ютубе Не особо Разбиралась Как Работать Я вам Говорю Что Как бы Круто Вы Вы можете Оплачивать Рекламу На ютубе Да Вы можете Яндекс Директ Да Вы Также Можете Очень Много Снимать Ролики Прям По 100 Роликов В день Но Ваш Ютуб Будет Давать Вам Отклик Если Вы будете Вкладывать В него Душу Если Вы будете Совершенствоваться Если Вы будете Переживать Сколько Да Вот Меня Лидер Скинул Ролик И говорит Аня Цени Я говорю Слушай Ну Скучно До Невозможности Я Чуть Не Уснула Давай Бом Повеселе Лидер Вообще Перестает Снимать Ролики Потому Что Видите Или Он Обиделся Его Оскорбили Как Так Посмели Он Старался Но Если Вы Хотите Быть Востребованными То Пожалуйста Вы Будьте Востребованными Но Вы Относитесь К По умолчанию В загрузке Видео Вот Смотри Оля Проходишь На свой Канал Ютуб Мой Канал Да То есть Мы Туда Заходим Вот И тут Ой Менеджер Видео Очень Долго Грузится Да И вот Тут Есть Погоди Канал Канал И вот Тут В разделе Канал Загрузка Видео Не надо Их Вручную Каждый Раз Писать То есть Ты Написала Один раз Описание Да Написала Один раз Описание И Один раз Ты Минутку И один раз Ты Опять Вот Вот Они Эти Теги Видишь Я их Прописала Просто Не через Запятую Не через Что-то Вот Я их Вам Сейчас Сюда Пожалуйста Копируйте Вот То есть Один раз Один раз Но самое главное Не только Прописать Что потом Нажать Кнопочку Вот эту Сохранить И все Так Отлично Еще хочу Вопросов Вопрос Я ставлю Свободный Доступ А когда ролик Закрусился Пишет Доступ Ограничен Почему Так Потому что В настройках В автоматических Настройках Выставлен Именно Этот Доступ Конфиденциальность Загрузки Видео Нужна Конфиденциальность Нажать Открытый Доступ И Нажать Сохранить И всегда Все ролики Будут С открытым Доступом Выгружаться То есть При выгрузке Видео Вы можете Сами Сделать Доступ По ссылке Если Это Допустим Вебинары Активного Роста И так И так Далее И так Далее Почему У меня Привычка Скайп Нажимать Еще хочу Вопросов Вдруг я вам Что-то Не рассказала Вы меня Наведете На тему На полчаса Извиняюсь Пью Но Першит У меня В горле Я пью Чай Чтобы Не Раскашляться Третий День Уже Что-то Хыркаю Ну как Ни температуры Ничего Нет А вот Тут Першит Першит Наверное Чуть Чуть Приболело Капельку Незаметно Для Организма Да Там все Подробно Жанна Там Очень Хорошо Очень Подробно Я училась Именно По этим Роликам Именно По этим Аня Я влечу Хорошо Хорошо У меня Сегодня Гости Да В гостях Свекровь Свекор Тетя У мужа Мы сейчас Пойдем Гулять Я покажу Им поселок Потому что Они из другого Города К нам Приехали Поэтому Уже Дорогие Коллеги Извините Меня Я завтра Поработаю Отпустите Меня Сегодня На выходной Оля Вручную С ума сойти Вы знаете У нас был Новичок Который Прям Мне Гору Матов Написал Что Мы Такие Плохие Интернет Наш Такой Плохой И вообще Тут Работают Только Лохи Я Понять Ничего Не могу Я ее Быстрее Набираю Пока Она Мне Не наскандалила В чате Она Мне Знаете Что Говорит Вы Говорит Своим Говорит Своей Башкой Говорит Понять Не могу Человек Так Агрессивно Был Настроен Оказывается Она Каждое Сообщение Писала Вручную Она Не умела Копировать И вставлять Готовые Тексты Я Это Никогда Не забуду Я Понимаете Я должна Была Успокоить Я Отключилась Я ржала Как Не знаю Кто Я Так Ржала Это Просто Это Не Писать Было У Меня Чуть Не Истерика Была Человек Отработал Два Вот Вы Представляете Какая Это Жуть Про Партнерку Танюша Сыва Я Тебе Хочу Сказать Что У меня Есть Чужие Ролики Они Не Все Мои То Я Качаю Ролики Допустим С ТВФ Оберлик По Продукции По Всему Некоторые Ролики Прошиты Музыкой Которые Нельзя Прошивать И Я Понимаю Что Видео С нарушениями Я Модернизацию Включать Не Стала У меня Настроился Авторекрутинг Вот Я У меня Она Настроена Да Ты правильно Заметила Она У меня Настроена Вот Смотрите Сейчас Мы Зайдем В менеджер Видео Посмотрим Мои Видео Вот Но Я Ее Не Включила Так Кто Там Мужа Хочет Зарегать Вова Видели Да Вот Видите Как Лезут Опять Перерегистрация Неверно Опять Надо Выяснять Кто Так Вот Видите Не Модернизируется Не Модернизируется Мы Побалывались Немножко С этой Штучкой Можно Подключить Но Тогда 100% Все Ролики До Единого До Капельки Должны Быть Прописаны Разрешенной Музыкой Если Вы Прошиваете Музыкой Да И Должны Быть Лично Ваши Чтобы Подключать Модернизацию Это Очень Обязательно Кстати Антон Создал Новое Видео По Рекрутингу В Одноклассниках Посмотрите Пожалуйста Кто Не Видел Потому Что Кидал В Чате Активного Роста В Нашем А у Нас Еще Есть Топ Лидеры Которые Не Вот Пожалуйста Посмотрите А Как Узнать Какую Музуку А Вот Я В Интернете В Поисковике Пишу Бесплатная Музыка Которую Можно Прошивать Безнаказанно Да То есть Я Ну Я Так Вот Что-то Типа Этого Набираю Мне Выходит Музыка Которую Я могу Скачать И Прошивать Ею То есть Не Открывает А что Такое Не Поняла А Вот Она Что Не То Скопировала Вот Сейчас Сейчас Откроется Не Переживайте Вчерашнее Видео Все Все Извините Это я Не то Я вас Отправила В свой Менеджер Видео Я по нему Могу Пройти А вы Товить Не можете У вас же Нет Логина Пароля Нашу Фаберликовскую Компания Фаберлик На меня Ни разу Не Пожаровалась Я беру Но я Не могу Сказать Точно Если Они Зайдут На мой Канал Ютуб И Весь Свои Ролики Не Под Своим Видим Что Будет С моим Ютуб Я Рискую Оль Зато Правду Ответила Ну Все Отминусуйте Тогда Если Нет Вопросиков Мы Тогда С вами Разойдемся Я Вам Желаю Удачи Роста Ведения Весь Вдохновения Всех Целую Всем Желаю Роста Хорошего Оставите Свой Ютуб На дополнительный Нет Не ставлю Не знаю Как Оно Правильно Называется Это Модернизация Как раз Я не ставлю Нет У меня Нет Пока Ну Как Мое Видео Допустим По продукции Набирает Семь тысяч Просмотров Примерно За неделю Да Четыре Семь А есть Четырнадцать Тысяч Да То есть Смотря На какую Тему Я снимаю Конечно Если я снимаю Дочку Свою Детскую Одежду Там Тысяч Пять Просмотров Бывает Если я Снимаю Себя Женскую Одежду То там Тысяч Тысяч Четырнадцать Может Быть Да Модернизация Называется Вот Валентина Пишет Да У меня Она Не Подключена Я Вам Объяснила По каким Причинам У меня Много Чужих Роликов Я Ставлю Фэфа Берли Кролики Качаю Да То есть Прошиваю Видео Музыкой Которая Мне нравится И Некоторая Музыка Нарушает Авторские Права И так Далее То есть Я Модернизацию Не подключила Поэтому И Я не знаю Надо ли мне Вот эти Копеечки За просмотры За мои Лучше Становитесь Драгоценными Директорами И растите И не надо На эти Копейки Вообще Внимание Обращать Вот Честное Слово Дорогие коллеги Что у нас Получилось За два года Да То есть Мы купили То что хотели Да Мы Все кредиты Отдали Мы Обставили Квартиру Новой мебелью Новую квартиру Новой мебелью У нас полностью Вся техника Обновилась За эти два года То есть От холодильника До компьютера До телефона Да То есть Вот пожалуйста Я хожу Айфон седьмой У меня сейчас В руках Все вы знаете Сколько он стоит Да У всех В семье У нас По седьмому Айфону Вот Да То есть У меня работает Нянечка Да То есть Посменно Нянечка Я ей плачу Хорошую зарплату Я ей плачу 30 тысяч рублей В месяц Да Я ее не обижаю Я ей плачу Так Чтоб она Держалась За это место И боялась Его потерять Чтоб она Хорошо к малышу К моему Относилась Пока я езжу То есть Если мы куда-то Едем Сверхурочно Я ей плачу В двойном объеме Всю работу Оплачиваю Поэтому Да Я не обижаю Никого Я могу платить Да То есть Вы знаете Я вам всем желаю Чтоб у вас Все то же самое было Очень-очень Вам этого желаю Растите Кто у кого Как получается Вот допустим Антон Он очень хорошо Рекрутирует Очень хорошо Но он не умеет Говорить Он говорит Что я не умею Говорить Я говорю Не так вкусно Да Допустим Как вот ты Допустим Аня Можешь говорить Но он бы тоже Вырос Он бы тоже Стал Драгоценным Директором Даже бы без меня Потому что Он человек Дела То есть Если вы не умеете Снимать свои ролики Но вы умеете Хорошо рекрутировать И с каждым Созваниваться Так вот Это сила А вебинары Мы сами проведем Вашим новичкам Все ведь вы знаете Какая у нас Идет взаимовыручка Хорошая Да Вы допустим Нам можете Посоветовать Что-то говорить О рекрутинге Да А мы допустим Можем вашим новичкам Провести вебинар И их вдохновить Взаимовыручка На проекте есть Почему хороший рост Потому что Мы все вместе Вот это нужно Обязательно понимать Что у каждого человека Есть свои недостатки Да Есть свои недостатки Вот я провела Пару раз Пару вебинаров По маркетинг плану Я понимаю Что это не мое Я не хочу Их вести Мне не нравится Их проводить Понимаете И я обратилась К Ирине Менчиковой Так как она Бухгалтер Работала в Сбербанке Туда-сюда Я говорю Ириш Забери пожалуйста Мне эту тему Пожалуйста Веди ты за меня Маркетинг план Да То есть Вот она согласилась Но она Отличнейше считает Она вперед Меня в голове Считает То что я Треньку То есть На калькуляторе То есть Я не математического Склада ума Человек Да Мне надо было В нем разобраться Я пришла на проект Я в нем разобралась Я его научилась считать Я понимаю Самые элементарные Я все понимаю Да И путаться Я там Никогда Не запутаюсь Но если честно Вот свою зарплату Когда я сажусь Считать Да Все вы знаете Что у меня Уже идут бонусы В глубину 0.5 0.25 И так далее Я считаю И у меня Расхождение бывает 1030 Иногда Но Вот Люд Не умеешь хорошо говорить Но ты умеешь Хорошо рекрутировать Понимаете У каждого Есть своя изюминка С помощью которой Можно расти Главное Систематичность Постоянство И вера в себя И Понимание Того Что тут Вы в 50 раз Больше можете Зарабатывать Чем на работе По найму И жить хорошо И ездить Отдыхать Еще за счет Компании Вот это мы с вами Должны оценить Что нам Не надо уходить На 12 часов Из дома Да Нам не надо Бросать своих детей За копейки Да Работы по найму Вот это нам с вами Надо понимать Не умеете И не надо Как Не получается Можно научиться Можно научиться Всему Если есть желание Но если желания нет Вот как вот у меня Я не хочу Вести вебинары По маркетинг плану Если мне надо Я проведу Но я знаю Что я пару ошибок В расчетах Я сделаю Потому что я торопышка Я тычу Тычу эти кнопки И где-то нолик Где-то запятую Не поставил Где-то что У меня получаются Разные цифры Разные суммы Я вижу свои недостатки Я понимаю Что это не мое И вести я это не буду Да То есть Поэтому у каждого Своя изюминка И нужно самое главное Идти туда Куда вы идете Самое главное Хвалить своих лидеров Там еще что-то Вот это вот Да Не получается Ютуб Не надо Вы можете Раскручивать Группы Да Посмотрите Вебинары На Ютубе Где-то Поищите По раскрутке Групп Еще что-то Это тоже здорово Это тоже классно Все Вопросов я смотрю Нет Больше я вас Дорогие мои Сдерживать не буду Счастливых вам Всем праздников Вот я не знаю Проводить ли мне Завтра планерку Комоновых Я хотела Немножко поразыгрывать Немножко всех поздравить У нас много Випов 18 уже Да Которые получили Значки Вот я думаю Проводить завтра Не проводить Мне кажется Уже смысла нет Проводить Да Провести после праздников Может быть Как вы считаете Или кому надо Тот придет Дорогие директора Вот вижу Ириночка Тихонова А, Ириночка Тихонова Вот это не та Тихонова Вот это другая У меня тоже есть Ирина Тихонова Две Ирины Тихонова Мы вас, кстати Постоянно путаем Я думаю Та тоже После праздника Тань Потому что Мне кажется Что люди Мясо маринуют А я тут Привяжусь Со своими Поздравлениями Выходим Рекрутировать Да Да Всем Самое главное Всем систематичности Желаю Постоянства Активных Регистраций Регистраций По общей По общей Мужчине Мужчине Королеву Искать Принцессу Ну все Давайте Всем пока-пока Растите Зарабатывайте Счастливо Всем отметить Праздники Продолжение следует